А вот здесь тропинка такая узкая, которая идет между скалами в ущелье, в котором надо пролезть, пойти наверх. Стал гора там вверху, а это проход. Такой скальный проход красивый. То есть здесь почти край скалы, здесь козьи тропы, бегают зайчики, бегают всякие коски, видите, как высоко внизу, там хап-хал, здесь скала с пещерой, вот пещера большая, огромная, я там был, там даже лед весной еще стоит. И тут тропинка, прошедшая наверх, вот пещерка, а вот тропа, где градусов 70, тропа, то есть по ней надо осторожно, потому что там ущелье серьезно, там есть череп лошади лежащий, скелет, деревья есть, могут затормозить, но вообще-то осторожно ходить надо. Очень. Вот эта вот тропа, которая идет вот тут дальше в ущелье, в котором надо пройти наверх. Остается метров 200-300. Вы будете наверху, в ту горы, почти рядом, вот это ущелье. С большой тропой. Нормально, идет хорошо, отличная тут местность, кто боится высоты, смотрите, наверх скалы, вот тут тис растет, тиса большая, они стелятся под скалами, до них тут не добраться, людям. Посыпчатые камушки, дорожки, 60-70 градусов есть, местами. Опа, кто-то потерялся, какую-то тряпку потеряли. Бандана, пионерский галстук, народный блок Литвина, еще украинский пионерский галстук, зеленые береты. Береты от пещера, и тут надо зайти на этот тропок. Вот такое приветное место. Идем дальше. Между скалами впереди чудесная тропа, наверх, есть цветочки, вот это кузя-тропа. Бегают настоящие козлы тоже. Группа горных козлов тоже ходят по этим скалам. Камень упал. Уронил кирпич. Вот, проход каменный, красивый, и тисовый. С кинами. Тис с ягодками. Вот они, ягодки, чудесные. А тут можно наверх залезть, можно сбоку, как кому нравится. В принципе, ходы разных. Один из ходов, который ведет вверх. Опа. Тис-